Ломаете голову над тем, каким салатом удивить гостей на Новый год? Тогда приготовьте любимое блюдо нашей Аллочки Ковальчук. Салат с языком. Вкусный, питательный и легкий. Настоящее украшение новогоднего стола. Да, моя дорогая? Привет, Надюшенька. Мой язык на месте. Знаешь, это так символично. Ты любишь поговорить, умеешь это делать. И салат у тебя с языком. Я люблю салат с языком по таким причинам. Во-первых, это очень вкусно. Это субпродукт, который нежный, легкий и, самое главное, низкокалорийный. Язык, будь говяжий то, или он свиной, это признанный в мире деликатес. Честно говоря, с языком связаны самые нежные и теплые воспоминания моей жизни. Вернее, моей молодости, да. Но об этом я чуть-чуть попозже расскажу. Хорошо. А ось раньше на каждом столе, у бедной чи багатой родине, на свята, завжди были присутні стравы с языка. Это считалось хорошим знакомом в Новый Рек, символом богатства и достатка. Завдяки его нежному вкусу, эта страва считалась настоящим деликатесом. Поэтому его подавали навіть на царский стиль. Сегодня у каждого есть возможность приготовить настоящий царский деликатес – салат с языка за фирмовым рецептом Алли Ковальчук. Вышуканное поединение тонких вкусов – гостого, кислого и солодкого – надает страве неперевершенного оттенка, поэтому она будет до подобной даже виридливому гурману. Простий в выполнении, корисный и дешевый салат станет прекрасной новой стола и не залишит байдужими ваших гостей. Я сегодня подготовила несколько вопросов для твоих гостей, и эти вопросы касаются необычных фактов о языке. За правильные ответы вы получите подарки. Какие – узнаем попозже. У меня есть личный секрет приготовления этого салата. Я расскажу попозже. Первым делом, Надюшенька, вот очищенные шампиньоны. Я попрошу тебя разрезать их на четыре. Этим временем я подготовлю маринад. Шампиньоны не обжариваем, они у нас сырые, но мы их должны замариновать. Для маринада мы берем сок половины апельсина, чайная ложка лимонного сока, соевый соус, одна столовая ложка, горчица. В зернах берите, она более ароматная, пол чайной ложечки горчицы. А, Луся, я тут грибов вон сколько нарезаю, а сколько нужно их? 150 граммов грибов нам необходимо. Растительное масло. Три столовые ложки. Ну и, естественно, для того, чтобы смешать все ингредиенты нашего соуса до однородной консистенции, мы воспользуемся блендером. Всего один поворот ручки, и мы наблюдаем за тем, как соус практически сам готовится, без усилий с нашей стороны. Идеально. Включаю. Все готово. Быстренько. Да. Сейчас, Надюшенька, мы должны эти грибы замариновать. Отправляй сюда. Вот именно маринование шампиньонов – это мой личный секрет в приготовлении этого салата. Еще один прекрасный способ – не добавлять лишнего жира, пусть даже и растительного, или жареных ингредиентов, в легкий салатик. Все. Я вот замариновала грибочки, и в таком состоянии я их должна оставить на 30 минут. Надюшенька, ну, естественно, полчаса мы ждать не будем. Я заранее замариновала грибы и уже их принесла. Ой, отлично. А эти пусть маринуются, я потом обязательно их применю. Мне кажется, они и так просто будут вкусными, не только в салате. А ну-ка я попробую, Аллочка. Все-таки такой маринад интересный для грибов. Ой, какие ароматные. Ну как? Мне нравится. Нравится? Мы переходим к языку. Это основное, из чего состоит наш салат – это свиной язык. Я использую свиной, потому что он где-то половину дешевле говяжьего. А по вкусовым качествам он точно такой же. Значит, язык варим где-то час-полтора свиной, затем вытаскиваем и обязательно в холодную воду буквально минуты на пять, потому что вы не сможете его почистить. После такой манипуляции будет легко очистить язык. Так, Наденька, со мной ты будешь очищать язычок. Вот здесь нужно поддеть язычок. И вот мы подтягиваем вот так, и оно снимается. Готовность вареного языка определяют именно по кончику. Или зубочисткой, или ножиком прокалывают. Если кончик мягкий, значит язык полностью у нас готов. Пленочка легко снимается. Надюшенька, пока мы чистим язык, я хочу тебе рассказать, откуда же этот салат взялся. Когда вы познакомились с моим мужем, ну, познакомились, да и познакомились, все хорошо, бог в помощь, как говорится. Ну, первый Новый год. Ну, хотелось же, конечно, блеснуть. Идешь в магазин, вот такой список. Все средства, которые есть, нужно потратить на этот праздник. Оливье, шуба, холодец, заливное, заливное с языка, заливное с рыбы. Естественно, мой муж, как и все мужчины, видят, что жены стоят на кухне сутки, готовясь к Новому году. Вот он сидит, смотрит телевизор, мой муж и говорит, Ал, опять то же самое, вот эти вот холодцы, все. Но ты приготовила бы вот пару блюд, от которых можно было язык проглотить. Ты же у меня такая затенец, ты все умеешь. И думаю, приготовлю я язык, думаю, не буду его заливать, как обычно, а приготовлю салатик. Ну, он же хочет язык проглотить. Значит, салат с языком. И приготовила. И вот с той поры этот салат у нас на Новый год подается все время. Все, Надюшенька, язычок мы почистили. Мы нарезаем пластинками такими, где-то 5 миллиметров шириной. И эти пластинки, Надюшенька, мы нарежем соломкой. Аллочка, ты говорила, что будут какие-то необычные вопросы для наших гостей. Первый вопрос, будьте внимательны. Согласно грузинским традициям, несколько столетий тому назад, во время свадебных гуляний, родители невесты клали молодым под стол кусочек свиного языка. Что бы это означало? У кого какие версии? Алла, смотри. Сколько желающих ответить? Давайте вы. Ну, я думаю, что это, наверное, к деньгам. Так, а вы? А может, это защита от злых языков? Вот мы собрали варианты такие, Аллась, а теперь же нам хочется узнать, какой все-таки из них правильный. Правильный ответ – защита от злых языков. Свиной язык считался оберегом от сплетен, от грязных разговоров. Родители таким образом пытались обезопасить еще на свадьбе своих детей. Да, подарки раздадим попозже. Я беру побольше миску. В этой миске у нас будет весь салат, а вот тебе поменьше мисочка. Высыпай сюда язык, Надюшенька. Нарезанный тонкой соломкой язык уже туда, где будет формироваться салат. Вот, отлично. Надюшенька, я знаю, что ты очень любишь заниматься филированием апельсина, поэтому, пожалуйста, сделай это. Не буду тебе рассказывать, потому что ты знаешь это лучше, чем я. Мы очищаем апельсин от всех белых пленочек, остается только мякоть. Пока Надя чистит апельсин, я хочу вам задать второй вопрос. Будьте внимательны. Раньше, при покупке языка на рынке, человеку, который его продавал, задавали один обязательный вопрос. Чтобы понять, насколько нежным и мягким будет субпродукт. О чем спрашивали продавца. Все-таки какой это вопрос, Аллочка, ты задала. Пожалуйста, вы. Возможно, как давно закололи поросенка? А ваша версия какая? Может быть, чем кормили животные? Вот такие две версии. Нет, обе версии неправильные. Я дам подсказку. Это связано с достоинством кабанчика. Поднимает руку, отвечайте. А кастрирован ли этот поросенок? Правильно, видишь? После кастрации у свиней полностью меняется обмен веществ. И они лучше откармливаются. Поэтому и язык получается нежным и мягким. Видишь, Аллочка, какие наши гости молодцы. Находят ответы, пусть не с первого раза, но на самые сложные вопросы. Подарки для вас обязательно будут. А у нас готов еще один ингредиент. Так. Прошу. Прямо сразу. Да, да. Мы не будем измельчать, потому что мы берем большими такими именно дольками, чтобы сок внутри сохранился. Аллочка, я обожаю готовиться к Новому году, особенно в хорошей компании. Потому что это предвкушение праздника, и можно чему-нибудь приятному еще посвятить время. Ты понимаешь, я говорю о чашечке кофе. Выпьем? Ой, да, с удовольствием. Нес кафе. Первое правило утра. Аллочка, у нас еще корейская морковка как ингредиент. Ее покупать или лучше самой приготовить? Нет, Надеженька, корейскую морковку я покупаю уже, наверное, лет 15, а может даже больше. Дело в том, что она очень дорогая на рынке. В магазине сама морковка, она стоит копейки. Поэтому я беру морковку, не пользуюсь никакими купленными приправками, и делаю. Делать очень быстро. Единственное что, это необходима специальная терочка. Она продается в магазине, стоит она копейки. Растительное масло прокалила, туда чесночок и туда лук большими кусками. Потом это все убираю, использую в других блюдах. Растительное масло чуть-чуть остыло. Морковка у меня натертая. Добавляю сюда сахар, уксус, соль и выливаю туда это чуть охлаженное масло. И кориандр, целые зерна. Берем, размяли скалкой и отправляем сюда. Перемешиваем 20 минут и просто вкуснятина. И как отдельная закуска, и как ингредиент для нашего салата. Кстати, у нас есть приятная новость. Мы вышли за рамки телевидения. По инициативе телеканала СТБ в рамках общенационального проекта продукты, которые пройдут исследования в европейских лабораториях по жестким стандартам, получат свою отличительную отметку. Знак качества – добрый знак. Уже сейчас ищите их на полках магазинов. Для нашего салата нам понадобится 200 граммов морковки по-корейски. Добавляем морковку. Здесь у нас немножко больше. Мы сейчас, Надюшенька, буквально за минуту соберем салат. Еще нам нужен зеленый горошек. Две столовые ложки. Берите горошек молоденький, чтобы он был мягкий, консервированный. Ой, а цвета-то у нас какие. Оранжевый, зеленый. Такой нарядный салат. Грибы, которые замаринованы, я сюда отправляю. Здесь у нас остается вот такая заправочка. Чуть-чуть мы ее оставим, будем использовать, когда салат уже будет полностью готов. Теперь я это перемешиваю, Надюшенька. Слюнки уже потекли от этого салата. Такой аппетитный. В принципе, все готово. Осталось только красиво подать. Да, у меня еще остался один вопрос для твоих гостей. Я задам этот вопрос вам чуть-чуть попозже, когда мы будем пробовать наш салат. А я пока напомню, как мы его готовили. Вам понадобится свиной или говяжий язык, шампиньоны, апельсин, микс салатов, зеленый горошек, морковь по-корейски, растительное масло, апельсиновый сок, лимонный сок, горчица, соевый соус, молотый черный перец, соль. Для приготовления маринада смешиваем сок апельсина и растительное масло, лимонный сок, горчицу, соевый соус, перец и соль. В полученном соусе маринуем нарезанные грибы около 30 минут. От отварного очищенного языка отрезаем два кусочка для украшения, остальное нарезаем соломкой. Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем на дольки. Смешиваем язык, апельсин, грибы, зеленый горошек и морковь по-корейски. Полученную смесь заправляем готовым соусом. Подаем на листях салата с дольками апельсина и кружочками языка. Аллочка, необыкновенно красивый салат получился. Не терпится попробовать, но я помню, у тебя есть еще один вопрос к нашим гостям. Да, Надеженька, ирландским воинам перед сражением нужно было обязательно съесть кусочек свиного языка. Для чего, скажите? Действительно непонятно. Вот есть версия, пожалуйста. Чтобы им везло в походе, и они все остались живы. Действительно, это абсолютно верно. Сразу правильный ответ, здорово. Свинья в Ирландии считалась священным животным. Особенно язык, как одна из самых нежных частей поросенка. Его приносили в жертву богам. Он был любимым блюдом королей. Поэтому считалось, что если съесть кусочек языка, то к тебе обязательно придет Божья благодать, и ты будешь защищен. Как здорово, что вы были активными и нашли правильные ответы на самые каверзные Аллочкины вопросы. Конечно, подарки, как и обещано. Примите эти замечательные сюрпризы от нас, Аллочка. И давай же попробуем салат. Пробуем, Надюшенька. Слушай, ну это, конечно, не сравнишь с традиционным салатом, который мы привыкли готовить на Новый год. Но мне кажется, некоторые новогодние традиции нужно менять или дополнять. Конечно. Тут действительно съешь такого салата, и энергия останется праздновать дальше. Главное, особенно салата, кушать 24 часа в час ночи, в 2-3 утра, вы не поправитесь. То есть очень вкусно и полезно. Ну как? Алла, это изумительный? Да. Я все думала, какой же он будет по вкусу, этот салат? Какой ингредиент окажется главным? А здесь получается такое нежное сочетание. Соус просто волшебный. В меру соленый, в меру свежий салатик. И цитрусом отдает, и такое нежное мясо. Язык попадается просто супер, Алла. Привет, Ютуб! Если вам понравилось это видео, жмите подписаться. И тогда все лучшие рецепты от Аллы Ковальчук вы будете знать первыми. Подруги обзавидуются.